Когда я начинал тренироваться, мне очень-очень не хватало ни тренера, ни опытного товарища. Мы расставляли мишеньки и стреляли как придется. Ну, наверное, сейчас постреляем линии, а теперь, ну что, ну давай теперь постреляем с бабками. Если бы у меня был такой же товарищ, как я, спустя 10 лет, то думаю, что можно было сократить 2 года приблизительно до 6 месяцев. Поэтому сегодняшний эпизод будет посвящен 5 советам, которые сделают ваши тренировки более эффективными. Первое и весьма очевидное – это разминка перед началом тренировки. Она носит 3 основные функции. Первое – это подготовить ваши мышцы и связки. Если вы не разогреты, то резкое движение может привести к травме, например, надрыву мышц. И со мной, к сожалению, это случалось. Это резкая боль, например, в голеностопе, и маленькое волокно, обрываясь, превращается в шарик. Это причиняет очень резкую неприятную боль. И восстанавливается потом пару месяцев. Чтобы этого не произошло, надо активно подвигаться. Ну, разминка – отдельная тема. Ее можно использовать любую спортивную, например, для баскетбола, или для волейбола, или для тенниса. Любая подобная разминка подойдет. Но главное – вы обезопасите себя от травмы. Второе – это то, что знают не только стрелки, но и любые опытные спортсмены. Если вы сделали разминку, то кровь в вашем организме начинает циркулировать гораздо лучше. Мелкие сосуды насыщаются кислородом. Ваш мозг начинает работать лучше, и тем самым тему, предмет вашей тренировки вы усвоите просто лучше. И когда у вас более высокая концентрация, то и общая эффективность тренировки ваша возрастает. И третье – разминку можно делать с вашим оружием в руках, которым вы будете работать на самой этой тренировке. Оно создаст определенное отягощение, и вы сможете размять именно те мышцы, которые будут задействованы в контроле оружия. Второй совет. Перед тем, как стрелять, особенно на упражнениях, пробегитесь пару раз в холостую. Что это значит? Это значит, вы возьмете ружье, оно должно быть разряжено, и вы пробегитесь по этому упражнению, продумывая каждый отдельный момент. Если нужно подумать о том, как вы приходите в позицию, где нужно стабилизироваться, то сделайте это спокойно и не спеша. Ага, понятно. Сильно так нельзя. Если нужно определить, как именно вы будете переносить оружие через декорацию или другое препятствие, то тоже это сможете продумать. И все моменты, связанные с прохождением упражнения, от первого до последнего шага, вы можете делать в спокойном режиме. Второй раз в холостую вы можете пройти уже в реалистичном темпе. Подчеркну, в реалистичном. Часто мы видим, когда стрелки пробегают по упражнениям и делают так. Па-па-па, па-па-па, па-па-па-пам. Когда у них оказывается оружие в руках, темп стрельбы оказывается совершенно иным. Есть связь между тем, как вы пройдете упражнение в холостую и как вы пройдете его вживую. И чем ближе вы сможете предсказать свой темп при холостом проходе, тем четче вы исполните зачетное прохождение. Это не мешает вам с каждым разом пробовать более высокий темп. Но лучше делать это постепенно. Если вы еще не доросли до высокого темпа стрельбы, то и во время холощения старайтесь стрелять с тем темпом, который будет в реальности. Третий совет. И возможно один из самых полезных, который вы можете получить от своего тренера или инструктора. Всегда старайтесь контролировать свою вкладку, удержание оружия и стойку. Если вы не будете этого делать, то вся конструкция вашей стрельбы пойдет на смарку. Потому что если вы не уверенно стоите на ногах, неправильно держите пистолет, или если вы неправильно удерживаете оружие, особенно 12-й калибр, то ваша стойка не позволит вам делать постоянно одинаковую точную и качественную стрельбу. Если вы, например, расслабляете плечо, у вас будет уходить приклад, вас будет разворачивать, и точную серию сделать не удастся. Лучше всего, если вы чувствуете, что вы пришли плохо в стойку, остановитесь, сделайте это еще раз, но войдите в положение таким образом, чтобы у вас не было нареканий относительно вашей стойки. Если вы стреляете из пистолета, то обратите внимание, не поджимается ли у вас шея, не перенапрягаете ли вы плечи, это всегда будет мешать вам точно стрелять. Может быть, в конкретном единичном случае вы сделаете точный выстрел, но в целом, если вы будете свою технику недооценивать вот в таких вещах, как вкладка и стойка, это базовые вещи, то успеха вам не добиться. Четвертое правило. Я называю его правилом трех секунд. Почему оно так называется? Это значит, после того, как мы сделали последний выстрел, еще в течение ровно трех секунд, мы не отпускаем оружие вниз. На самом деле, вы можете оружие держать и четыре секунды, и полторы, это не важно. Но для новичков легко воспринимается правило трех секунд, что они должны держать оружие наверху. Зачем мы держим оружие наверху? Для того, чтобы контролировать ситуацию, для того, чтобы оставаться в ситуации и видеть, все ли мишени поражены, выполнили ли мы наш геймплан до конца. Ведь мы заканчиваем стрелять не тогда, когда делаем последний выстрел, а когда мы выполнили свое задание. Похожая ситуация есть и у спецназа. Мы много видели, кстати, тактикульных видео. Они отстреляли и делают это смешное движение. И многие высмеивают, а на самом деле зря. Например, Евгений Борисович Петрушин, ветеран Альфы, видео недавно вышло, он рассказывал мне, что российский спецназ делает нечто похожее. Только если американцы поворачивают голову налево-направо, то наш российский спецназ поворачивается вместе с оружием, чтобы поразить мишень, если вдруг она внезапно осталась еще на горизонте. Поэтому спортсмены, словно тактикульщики, выполняют это действие, контролируют ситуацию до конца. И оружие убираем через условные 3 секунды. И второй важный момент. Если мы отдергиваем оружие, бросаем его вниз, мы выключаемся из ситуации. Мы психологически расслабляемся. Мы уходим в другую сферу. Возможно, на другую позицию или вообще на разрядку и тому подобное. Я много раз видел, когда стрелки дергают оружие вниз, опускают, выключаются, и потом вдруг видят, через пару-тройку секунд там остается мишень. Они вскидываются, прицеливаются, стреляют, часто промазывают, стреляют еще раз, говорят, блядь. Потом убирают оружие и недовольны уходят с упражнения. Мы даже замеряли. Когда ты делаешь дострел сверху, то уходит приблизительно 0,5 секунд на этот дострел. Если ты убираешь оружие вниз, то очень редко тебе удается дострелить за секунду. А чаще это потеря 1,5 или 2 секунд. Это бывает 15-20% вообще всех очков на упражнение. Поэтому, уважаемые стрелки, мы сделали последний выстрел, но мы не закончили. Начинает работать правило 3 секунд. Мы контролируем, выполнили ли геймплан, и только потом убираем. И прежде чем перейти к нашему финальному пятому совету, давайте вспомним ситуацию. Ведь мы говорим, что в практической стрельбе, да и вообще в любом спорте, психология играет большую роль. Очень важно сохранять спокойствие, очень важно быть устойчивым к стрессу и тому подобное. Вопрос, как это делать? Это можно делать на тренировке. С помощью маленьких-маленьких кирпичиков, которые вы вкладываете в фундамент своей спортивной подготовки. Если вы будете работать до конца, в любой ситуации, споткнулись, выпал магазин, задержка, вас это не останавливает, и вы стреляете до завершения упражнения, значит вы тренируете этот навык. Поэтому пятый совет, это работайте до конца. Во-первых, это тренировка уникальных навыков. Те запрограммированные вещи, которые происходят с нами на тренировке, когда мы знаем, здесь 5 выстрелов, здесь перезарядка, здесь новая позиция, они нами воспринимаются как должное, мы к ним готовы. А вот если у вас произошла задержка, например, то это небольшой стресс. Этот стресс самый незначительный, но это тоже стресс, и надо уметь, например, быстро исправлять задержку. Кстати, по задержкам у меня вот такая рекомендация. Имитировать задержки можно несколькими способами. Один из способов, это взять, поставить резиновый буфер в задник, в ствольной коробке, там, где возвратная пружина, сократится ход пружины, и это, как правило, вызывает задержки. Второй способ имитации задержек, это использование разных патронов в одном и том же магазине. Здесь у нас есть 30-ка, Energy Combat, 34 грамма главпатрон, и самое главное, то, что у нас должно вызывать задержку, Flash Competition, созданный для стендовой стрельбы. В стендовой стрельбе менее мощные патроны, этот вообще 24 грамма с мелкой дробью. То есть, в нем настолько мало энергетики, что он через раз будет давать печные трубы, либо вообще не выбросы. И это даст вам возможность потренировать тот самый элемент, который вы хотите, а именно работу с задержками. Но самый идеальный вариант, это, конечно, если у вас будет задержка вообще неожиданно, которая возникает по каким-то своим объективным причинам, вот вы ее совсем не ожидаете. В отличие от вызванной задержки, где вы все-таки ожидаете и готовы с ней работать, вот вы проходите длинные упражнения, 30 выстрелов, предположим, делаете, и один из них в неожиданный момент, может быть, самый неподходящий, возникает задержка. Это не проблема, а это настоящий вам подарок, для того, чтобы вы этот навык по-настоящему наработали. А, это, конечно, прикольно, только у меня перезаряжают эти 24 грамма. Ну, бывает, надо брать 20 грамм. Плохо, когда у вас ружье вообще все ест, да? Ну, это касается далеко не только задержек, это касается также и выпавшего магазина. Казалось бы, ну, куда проще, что можно придумать с подниманием магазина. А, оказывается, что можно. Например, Брянск. Песчаная поверхность. У вас падает магазин. Чтобы его поднять, нужно поднять его таким образом, чтобы он не загреб песок. Если песок у вас есть на патронах, то при вставлении есть высокая вероятность, что затвор не закроется. Поэтому либо стряхнуть, либо сбросить патрон, либо, в конце концов, взять другой магазин. Когда вы поднимаете магазин, вам нужно и уметь не разбить угол безопасности. Поэтому поднимание магазина на тренировки с уделением внимания тому, куда смотрит ствол, тоже игра и значение. И таких нюансов очень много. И вы о них узнаете только, если вы будете работать до конца. Субтитры сделал DimaTorzok Это были мои пять советов, которые гарантированно улучшат вашу стрельбу при самостоятельной подготовке. Они, безусловно, не перекрывают всех аспектов практической стрельбы. Если у вас есть возможность воспользоваться услугами тренера, то это нужно делать. Но главное, любой совет будет работать только тогда, когда вы отрываете свою задницу от стула и едете на стрельбище. Поэтому, друзья, выключаем видео и едем на стрельбище. Ну ладно, ладно. Погорячился, стрельбище до утра потерпит. А пока ответим на вопросы. Комментарий от Антон Пайлес. Что я всегда у наших мужиков подмечал? Могут потратить сотни тысяч на пушки и всякий стрелковый хабр. И потом даже на видео пользоваться ржавым, потертым, видавшим виды молотком. Нет, ну а что? Он работает и хрен бы с ним. Очень точное замечание. То, что мы любим, на этом мы и тратимся. Комментарий от Укроп. В общем, Вепр-12 с новыми запчастями обойдется в 100-120к. Вообще говоря, мы считали несколько лет назад, у нас получалась ровная цифра 76 тысяч рублей. Но она не включала коллиматор. 150 тысяч, это, конечно, уже переборы. 120 тысяч тоже можно сэкономить. Но, если вы сильно не ограничены в средствах, то действительно стоимость ружья утраивается. Вопрос, просьба от Сергей Гайчук. Здравствуйте, а нельзя ли еще с этим человеком что-нибудь интересное показать? Спасибо. Почему нет? Если вам интересно, оставляйте в комментариях интересующие вас темы. И я слежу с Евгением Борисовичем, и мы, может быть, снимем еще один ролик. А что касается ГЛОКа, который взорвался в руках, и эта тема, каждый третий в комментариях, у нас тысяча комментариев. Из них 300 комментариев в той или иной степени упоминает ГЛОК. И то, как мы скрыли страшную поломку ГЛОКа, насколько они ненадежны, либо как мы скрыли отвратительное качество патронов Тул Ама. На самом деле никакой секретности здесь нет, и по большому счету он сказал, что произошло, ГЛОК взорвался. Но мы с ним поговорили, и Евгений Борисович любезно согласился рассказать о том, что случилось с этим ГЛОКом на самом деле, и мы об этом снимем специальный отдельный ролик. Человек Человеков говорит, стреляли явно холостыми, но было полезно, спасибо. Один из новых, видимо, наших зрителей, в практической стрельбе мы не используем холостые патроны, в том числе по экономической причине, потому что реальные патроны стоят дешевле, чем холостые. И потом смысл теряется. Комментарий от Харитон Круглов. Таки да, русские слова ярче, но вы их почему-то все постоянно запикиваете. Те, которые, ну, самые русские и самые яркие. Никогда, ни разу в жизни не запикнул ни одного слова. На самом деле, в этом ролике я, блядь, запикал. Комментарий от Андрей Гаю. В США, где есть возможность купить любое оружие, где вы можете посещать стрельбище и стрелять, тренироваться хоть каждый день, это актуально, а так, это полная хрень. Друзья мои, я не устану повторять, оружие доступно в нашей стране. Откуда у меня оружие? Откуда оружие это оружие, которое мы, и я в частности, приобретаем в магазинах. Просто надо позаниматься лицензией. Этот вопрос одного месяца. Как вы получили первую лицензию, следующее оружие покупается в 10 раз проще. В 10 раз. И время до получения лицензии иногда всего три дня до новой. Так что оформите лицензию, покупайте оружие. Делайте это смело. У нас оружие доступно. Недоступны пистолеты, доступны карабины, винтовки, оружие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова